Всем доброго денечка! В Германии потихонечку начался сезон сливы. Я решил не упустить эту возможность и показать вам один сливовый пирог. Это такая типичная немецкая кухня. Скажу сразу, пирог я рецепт делал под себя, поэтому старался количество сахара немного редуцировать, то есть уменьшить. Да, и делаю я его в первый раз. Если не получится, то все ошибки я сообщу. Ну давайте приступим. Да, и количество ингредиентов вы как всегда найдете под видео. Ориентируйтесь, пожалуйста, на ингредиенты именно под видео. Мало ли я что-то буду коррегировать, потом начнется свистопляска, это не пошло, это не пошло. Приступаем. Первонаперво приготовлю песочное тесто с добавлением орехов. Лично я предпочитаю лесные орехи, так называемый фундук. Вы можете взять любые другие, какие вам нравятся. На случай, если у вас, мало ли, какая-то аллергия, то можно взять кедровые орешки. Но я, по крайней мере, еще не слышал, чтобы у кого-то была аллергия на кедровые орехи. Приступаем. Куриное яйцо. Обжаренные и измельченные орехи. У меня в общей сложности 80 грамм, но немного я оставлю для, буквально чуть-чуть, может быть, грамм 30 для штрейзеля. Добавлю сахара, буквально 50 грамм, с добавлением половинки чайной ложечки корицы. Просеянную муку, 150 грамм. И 75 грамм сливочного масла. Масло я взял с морозилки и сразу же его натер. И быстро замешиваю песочное тесто. Песочное тесто долго вымешивать не нужно. У меня ушло примерно не больше двух минут. Все, оно у меня готово. Заворачиваю в пищевую пленку и на полчаса в холодильник. А в это время я подготовлю сливы. Но я их уже подготовил. Просто не хотел предоставить вам возможности наслаждаться, как я их чищу. Но я, конечно, шучу. Все очень просто. Сливы на 4 части, а косточки в мусорку. Возможно, у меня уйдет немного меньше слив. Остальные я просто-напросто съем. Я взял 1 килограмм слив, удалил косточки. И с 1 килограмма слив я получил чистого продукта 970 грамм. То есть косточки весили всего-навсего 30 грамм. Сам был удивлен. Выпекать я буду в форме размером 28 сантиметров. Форму я предварительно обработаю жиром. Вы можете нанести просто сливочное масло. Пекарская бумага я в этом случае пользоваться не буду. Если вы будете использовать другую форму, например, такого плана, то выстилать пекарскую бумагу тоже не следует. Достаточно будет, если вы хорошо обработаете борта и дно формы сливочным маслом. Для более-большей уверенности можете присыпать слегка мукой и излишки муки потом стрясти. Тесто настоялось. Я его буду раскатывать между двумя листами пекарской бумаги. Раскатывайте тесто от середины. И при этом время от времени поворачивайте его по или против часовой стрелки. Это как вам удобно. Корж у меня готов. И теперь я его перемещаю в форму для выпекания. С коржом ничего не случится. Я его могу спокойно поднимать. Остатки теста я могу распределить как по борту или могу добавить в штрейжельную крошку. Это на ваше усмотрение. Я усилю борт пирога. Ну и теперь распределяю сливы. Да, чуть не забыл. Ну вот и все. Ну и теперь чисто для проверки. Хотелось бы посмотреть, сколько у меня сливы осталось. 90 грамм. Отсюда следует 870 грамм на форму номер 28 я потратил. Но следующим шагом, так как сливы любят отдавать сок, я присыплю ее сахаром для желирования. Чуть больше 20 грамм сахара я еще использовал. Теперь делаю посыпку, так называемую штрейзельную крошку. Засыпаю сахар, засыпаю оставшиеся орехи, просеянную муку и натертое масло с морозильника. И начинаю потихонечку все это женить. Как только масло почувствует тепло моих ласковых рук, оно начнет соединять муку и сахар. Можно слегка его потискать. В случае, когда я знаю, что я продукт буду нагревать, я перчатки не одеваю, а руки я мою постоянно. Вообще, я люблю при работе с тестом чувствовать продукт именно голыми руками. Все, крошка готова. Ну и теперь аккуратно распределяем крошку по нашему пирогу. Как вы видите, я сегодня даже фартук не одел, потому что тут мараться особо возможности не было. Все, пирог готов. Теперь я отправляю его в духовку на 160 градусов вверх-вниз, в нижнее положение духовки. Потому что мне нужно, чтобы пропекся корж. Если я замечу, что штрейзельная крошка еще недостаточно румяна, я всегда могу поднять пирог в верхнее положение. Время выпекания примерно 50 минут или 1 час. Примерно. Это уже ориентируйтесь на свою духовку. Да, духовку я не прогревал. И выпекать буду с конвекции. Так, ну время вышло. Ну что я могу сказать? Значит, смотрите. Я его готовил 50 минут с конвекции. 160 градусов вверх-вниз, в нижнем положении духовки. Затем я переместил его в среднее положение. Конвекцию отключил. 180 градусов вверх-вниз еще 15 минут. В принципе, мне все нравится. Время выпекания неплохое. Единственное, что мне не нравится. Такой пирог выпекать нужно все-таки в более высокой форме. Сейчас я вам покажу почему. Потому что во время выпекания, это уже когда я переместил после 50 минут в более верхнее положение, у меня слива потекла. Это, конечно, не смертельно. Но сами видите, я считаю, чтобы этого избежать, достаточно взять форму с высокими бортами. Ту, которую я вам показывал в начале ролика. Вот и все. Но теперь, конечно, нужно дождаться, чтобы пирог полностью остыл, чтобы я его достал из формы и нарезал. Пирог остыл. И давайте я его теперь попробую извлечь из формы. В принципе, беспроблемно. Так, ну и теперь я буду делать так, как я обычно делаю. Пирог у меня стабильный. Я его сразу переверну. Ну и нарежу пирог. С внутренней стороны пирог всегда удобней разрезать. Единственное, что нужно делать после каждого среза, протирать нож. Ну вот, в принципе, и все, друзья. Все, что я вам хотел показать. Давайте теперь один кусочек достанем. Я покажу вам его в разрезе. Вот так вот он выглядит. Сладости в пироге. Лично мне хватает за глаза. А если кому-то мало, можно всегда присыпать сахарной пудрой. При желании, также можно добавить взбитые сливки. Вполне неплохой пирог с корицей. Будьте осторожны. Не кладите ее много. Она сильно доминирует. Я положил буквально немножко. Пол чайной ложечки без горки. Этого хватает за глаза. По сахару, смотрите, если у вас сливы сладкие, можете количество сахара немного убавить. Неважно где, в корже или в штрейзельной крошке. А вот если они кисленькие, то лучше оставьте так, как есть. Надеюсь, вам видео понравилось. Желаю вам всего самого доброго. И до новых видео.